Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об актерах, которых не стало 5 июля. 5 июля 2021 года не стало актера, режиссера, сценариста и продюсера Владимира Валентиновича Меньшова, снявшегося более чем в 120 фильмах, например, «Новогодний переполох», «Москва. Центральный округ», «Ивановы», «Дед Мазаев и Зайцевы», «Личные обстоятельства», «Легенда номер 17», «Елки 2», «Любовь морковь 3», «Выкрутасы», «Каникулы строгого режима», «Судебная колонка», «Диверсант конец войны», «Громовый дом надежды», «Дневной дозор», «Сосед», «Ночной дозор», «Диверсант», «Спартак и Калашников», «Ледниковый период», «Пятый угол», «Китайский сервиз», «Чтобы выжить», «Отдушина», «Адвокат», «Перехват», «Любовь и голуби», «Время для размышлений», «Москва слезам не верит», «Собственное мнение», «Последняя встреча», «Соленый пес» и «Человек на своем месте». Актеру был 81 год. 5 июля 2020 года не стало актера и каскадера Мурата Мукашева, снявшегося более чем в 10 фильмах, например, «Всемогущий». Актеру был 51 год. 5 июля 2018 года не стало актрисой Натальей Федоровной Орловой, снявшейся в 15 фильмах, например, «Алые паруса», «Такая короткая долгая жизнь» и «Спасатель». Актрисе было 78 лет. 5 июля 2017 года не стало актера, автора песен, продюсера и сценариста Дмитрия Александровича Рубина, снявшегося более чем в 10 фильмах, например, «Улицы разбитых фонарей», «Черный кот» и «Принципиальный и жалостливый взгляд». Актеру было 55 лет. 5 июля 2015 года не стало актера Андрея Андреевича Бронникова, снявшегося почти в 40 фильмах, например, «Режим полного погружения», «Наша раша яйца судьбы» и «Возвращение Мухтара». Актеру было 63 года. 5 июля 2013 года из жизни ушел актер Виталий Дмитриевич Лещук, в фильмографии которого более 10 проектов, например, «Прапорщик шматко» или «Е-моё», «Берегите женщин» и «Третье измерение». Актеру было 57 лет. 5 июля 2012 года этот мир покинул актер Владимир Павлович Мальцев. Он снялся более чем в 15 проектах, например, «Глухарь», «Искусство жить в Одессе» и «Дезертир». Актеру было 74 года. 5 июля 2010 года не стало актера Виктора Порфирьевича Перевалова, снявшегося более чем в 60 фильмах, например, «Граффити», «Между небом и землей», «Золото», «Годинг нестроевой», «Я вас любил», «Сторожил» и «Мария искусница». Актеру был 61 год. 5 июля 2003 года «Свозеный путь» завершил актер Владислав Тимофеевич Ковальков. В его фильмографии более 130 работ, например, роли в фильмах «Солдаты», «В дни октября» и «Город зажигает огни». Также он занимался дубляжом. Например, его голос можно услышать в ленте «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда». Актеру было 69 лет. 5 июля 1995 года этот мир покинул актер Юрий Евгеньевич Ервет. Он снялся более чем в 55 лентах, например, «Часовщик и курица», «Дикий капитан», «Король лир» и «Венская почтовая марка». Актеру было 76 лет. 5 июля 1991 года «Свозеный путь» завершила актриса Валентина Семеновна Ивашова. В ее фильмографии более 40 проектов, например, «Кубанцы», «Сорочинская ярмарка» и «Случайная встреча». Актрисе было 75 лет. 5 июля 1981 года из жизни ушла актриса Катрин Габриэльевна Вяльбе, в фильмографии которой 20 проектов, например, «На задворках», «На повороте» и «Затемненные окна». Актрисе было 76 лет. 5 июля 1980 года этот мир покинул актер Катте Давидович Даушвили. Он снялся более чем в 55 фильмах, например, «Звезда надежды», «Кто оседлает коня», «Родина» и «Мрачная долина». Актеру был 71 год. 5 июля 1977 года из жизни ушел актер Александр Ильич Смирнов, в фильмографии которого более 55 проектов, например, «Закон жизни», «Суворов» и «Мечта». Актеру было 68 лет. 5 июля 1971 года не стало актера Мухаммеджана Касымова, снявшегося более чем в 15 фильмах, например, «Тишины не будет», «Застава в горах» и «Авиценна». Актеру было 64 года. Светлая память тем людям, которые ушли из жизни 5 июля.